Для невооруженного глаза эти сваи, внешне напоминающие огромные трубы, неподвижны. Лишь при ускоренном воспроизведении видно, как они под напором гидравлического молота постепенно углубляются в дно Керченского пролива. На них будет держаться Крымский мост. Длина каждой больше 10 метров. Чем дальше от берега, тем больше свай наращивают, как в конструкторе, так называемым методом электродуговой сварки. Работы по погружению свай ведутся круглосуточно, в две смены. И поэтому стараемся не отставать от графика и частично идти с опережением. Фундамент каждой опоры моста состоит из целого пучка таких свай. После установки, для большей прочности, каждую из них наполнят гидротехническим бетоном, как вафельную трубочку кремом. Такая железобетонная конструкция, по расчетам проектировщиков, способна выдержать колоссальные нагрузки от ледохода и урагана до шторма и землетрясения. Несущую способность свай проверяли лабораторно, буквально увешивая их датчиками. Можно на компьютере видеть в реальном режиме времени, что происходит, сжатие, растяжение. А так в небольшом бассейне опоры тестируют на прочность при ледоходе. Например, сейчас их атакуют льдины толщиной 70 сантиметров. Для акватории Черного и Азовского морей это из области фантастики, но лучше подстраховаться. Но задача именно ледового бассейна проверить ту максимальную нагрузку, которая, возможно, случится один раз в сто лет, но может привести к критическим последствиям. Машинки, игрушечная железная дорога и мост – стопроцентная копия с мельчайшими деталями, напечатанная на 3D-принтере. Масштаб 1 к 50. Со стороны может показаться, что ученые впали в детство. Но именно так проводят научные эксперименты, цель которых – выяснить максимально допустимые нагрузки, которые мост способен выдержать. А с помощью этой дымовой завесы вычисляют, как воздушные потоки обтекают конструкцию и воздействует ли на ее устойчивость. А если требуется что-то посильнее, например, ураган, модель продувают в аэротрубе. В новый мост, который называют проектом века, вложен труд тысяч строителей, конструкторов, проектировщиков, ученых и даже экологов. Учитывая их пожелания, на некоторых участках у Таманского берега и у Керчи приостановлены работы на время нереста промысловых рыб. Но это, по заверениям строителей, не отразится на графике ввода моста в эксплуатацию. Два российских берега он соединит уже в 2018 году. Евгений Голованов и Дарья Сергеева, НТВ.